14.00 в Кире. Начинается интервью Сергея Александровича Солодовника, генерала-лейтенанта полиции, теперь уже бывшего начальника МВД по Кировской области. Он переходит на службу в Самарскую область, начальником главного управления МВД по Самарской области будет. Добрый день, Сергей Александрович. Добрый день. И мы тоже представимся. Светлана Занькова, Олег Прохоренко. У нас есть полчаса для того, чтобы побеседовать с Сергеем Солодовниковым. Сразу после того, как закончилось его выступление в областном законодательном собрании, он перешел практически в улицу и сейчас находится в нашей студии. И, честно говоря, выступление было очень эмоциональное. Очень. Началось с того, что Сергей Александрович назвал, он сказал, что породнился с Вятской землей. Это действительно так? Да, Вятская земля и жители Кировской области стали для меня родными. Не потому, что они сделали почетного гражданина города Кирова, не потому, что я почетного гражданина Яранска, и вручили мне высокое звание за заслуги перед Кировской областью. А потому, что, общаясь с десятками, по сути, может быть, сотни тысяч народов, с которыми мне пришлось здесь общаться и разговаривать, я почувствовал особую душу, открытость, доступность, скромность. И люди очень щедрые, люди платят тем же добром, с которым ты к нему идешь, если они почувствуют, что ты идешь к нему искренне. Сергей Александрович, вот хочется начать с Вашего перехода в Самару. Пожалуй, с самого начала Вашей работы в Кировской области, вот как только Вы пришли, чуть ли не ежемесячно поступали сведения, что вот Солодовников ненадолго, сейчас его переведут туда-то, сюда-то. Там уже в какой-то момент перестали сотрудники СМИ обсуждать эти сведения. Но вот сейчас, когда уже понятно, что Вы переходите, это уже не вызывает ни у кого сомнений, обсуждается другой вопрос. Как Вы рассматриваете это назначение, этот перевод? Для Вас это повышение или это тот же уровень? Я сейчас больше думаю о той работе, которая мне там предстоит. Изучаю ситуацию уже, естественно, пока с системой интернета и первых контактах с сотрудниками. Но если чисто профессионально рассматривать этот вопрос, то, будем так говорить, это главное управление. Если смотреть клиатуру нашей работы, здесь управление внутренних дел, там главное управление внутренних дел. На самом деле, для меня это огромный коллектив, 16-тысячный гарнизон самарской полиции, которым надо руководить. И который непростой, сложный. Самара крупнейший научно-космический промышленный центр Российской Федерации входит в пятерку самых крупных субъектов Российской Федерации. И, несомненно, проблем там много. И я уже есть средства массовой информации, вижу, как идут обращения. Есть уже ко мне на электронный сайт приходят обращения просто граждан Самарской области, еще в будущем должности начальника, что вот у нас есть такая проблема, такая, вот вы нам помогите, прочее, прочее. Из этого всего я понимаю, что я иду в сложный, динамичный, харизматичный регион. Вот когда вы пришли к нам, вы в своем управлении, да, под ведомством, вам начали кадровые перестановки. В частности, ну, нельзя сказать, чтобы топ-менеджеры, но люди, которые работали в Кирове, например, они поехали в районы, да, то есть начались такие перестановки. Собираетесь ли вы с этого же начать в Самаре? Вы говорите, что коллектив такой большой, харизматичный, и понятно, что, ну... На самом деле, чтобы быть точным, с 1 сентября 2012 года я начал работать, по сути, начальником МВД по Кировской области, и до сегодняшнего дня мною перемещено 497 руководителей различного уровня на различные должности. Обстановка, которая была мною изучена после объезда территории, после общения с огромным количеством различных форм общества, активами районов и городов, вы это помните, я за 2 месяца проехал всю область и пообщался со всеми, с кем я успел, будем так говорить, и представил для себя реальную картину. Представив эту картину, я начал руководить этим гарнизоном. Я не поменял 497 руководителей, я их ротировал, я сюда никого не привел. Я уезжаю отсюда, оставляя руководителей Вятской губернии в том качестве, в котором они есть. Просто я деформировал ту форму восприятия их к своей работе, которая, мне казалось, складывалась десятилетиями. Этот опыт был успешен, наверное? Судить людям, судить людям, значит, как они сегодня исполняют свои обязанности, в каком качестве они воспринимают этих людей, как они ходят, в какой форме они ходят, как они общаются с людьми, как они обеспечивают ту работу и тот функционал, который на них возложен. Мне кажется, что из той активности общественной, которую мы сегодня видим, и уровня доверия населения к полиции, по 2014 году, по внешней оценке деятельности МВД, в целом, Кировская область заняла второе место Российской Федерации по доверию населения в Кировской области. Мне кажется, ничего большее договорить не надо. Слово «хорошее», мне кажется. В Самаре будете делать то же самое? Начнете с объезда, с оценки ситуации? И возможно ротация в таком случае? В Самаре, несомненно, первое, с чего я начну, я начну знакомиться буквально со следующего дня со всем гарнизоном самарской полиции. Буду делать это очень быстро, динамично, все так же привлекая различные слои общества, независимо от их социального статуса, вникая и изучая проблемы конкретно в каждом отдельно взятом районе, округе. И, исходя из этого, буду принимать на месте те решения, которые будут необходимы, какие я буду видеть. Правильно ли я, такое уточнение, Олег, правильно ли я вас поняла, что никого из тех людей, которые работали с вами в Кировской области, вы с собой в Самару не заберете? В целом нет, да. То есть колоссальных масштабных перемещений личного состава с Кировской области в Самарскую не будет. Я глубоко убежден, так же, как убежден в Кировской области и в других субъектах Российской Федерации, где мне приходилось работать. Я эту тенденцию никогда не применял. Я считаю, что как и везде, так и в Самарской губернии есть огромные резервы внутренние, огромный профессиональный состав, который надо изучить, найти и применить. Значит ли это, что Алексей Владимирович Гринь, который один из самых ярких руководителей системы МВД, остается работать в Кировской области? Алексей Владимирович Гринь и Михаил Викторович Яркин, которые работали со мной здесь, они поедут работать в Самарскую область. Все понятно. Что касается Самарской области, вот вы сказали, что уже там благодаря интернету понятно, что общение со своими коллегами, вы начали изучать обстановку в этом регионе, да, которая касается вашей деятельности. Как вы ее сейчас можете оценить? Мне пока не хотелось бы эту часть комментировать. Я сейчас ее изучаю, по сути, в ручном режиме, с учетом телефонных возможностей и интернета. Я бы хотел все-таки прежде чем делать какие-то выводы, хотя бы даже первоначальные, непосредственно при соприкосновении этот вопрос изучить для себя, а потом его комментировать. Ваше нынешнее перемещение вы рассматриваете как неожиданное, или оно все-таки давно уже было прогнозируемым? И есть ли вещи, дела, я имею в виду не только уголовные дела, а в целом дела, которые вы не завершили, но хотелось бы довести до конца в Кировской области? Для меня назначение в Самарской области и предложение о моем назначении было очень неожиданно. Прозвучало первый раз мне 14 января, и 14 февраля я был назначен на эту должность ровно через месяц. Это для меня было не просто неожиданным, а очень неожиданным. Я, как и везде, в Самаре никогда не был, в Самару не видел, не знаю, так же, как я приезжал в Кировскую область, так же, как я был на Кавказе, в субъектах федерации, в которых мне бы хотелось бывать, тоже вот у меня так жизнь складывается, что я еду в регионы, которых не знаю. Самое главное, я в Самарской области не знаю ни одного даже гражданского человека. У меня там нет знакомых, вот так бы я сказал. Может, когда приеду, будут находиться, не знаю. Но, тем не менее, на сегодняшний день ситуация такая. Что касается незавершенных дел, дела, не знаете, всегда есть, когда есть личность, когда есть работа. Мне кажется, что главное и основное, что я считаю, сделано в Кировской области, мы сумели вернуть доверие населения и создать главный принцип неотвративности наказания. И население в этот принцип поверило. Население поверило во власть, что оно способно спросить тех, кто посчитал, что это частичка земли, его собственная. Что они приватизировали себе часть экономики, приватизировали для себя часть, условно, как мы здесь говорили, рынка, отдельных отраслей экономики, в том числе в бюджетных сферах. Чиновники чувствуют, будем договорить, стали вести себя несколько скромнее, я так считаю, в Кировской области. И пускай ведут себя всегда так. Потому что власть должна спрашивать с них за ту ответственность, которую на себя возложили перед своим народом. Сергей Александрович, первый вопрос, который возникает при этом. Сейчас самое резонансное дело, я назвал бы его дело десятилетия, дело Прокоповских, которое раскручивается, дай Бог, чтобы дошло до суда и было правильно оценено. У людей возникают большие сомнения, будет ли оно доведено до конца. И у меня вопрос лично к вам, будете ли вы следить за тем, чтобы это дело все-таки не развалилось? Хочу прокомментировать всем, что я по делу Прокопа комментарий не давал, никогда последние, вот так сказать, даже после последних задержаний и возобновлений, и, так сказать, реализации этого дела в целом. Дело по реализации этой организованной преступного формирования началось с того момента, как я пришел сюда, и вы помните дело Лузянина, в ходе разработки, значит, одного из лидеров, мы его называем Лузянин, депутат в законодательном собрании, мы тогда уже для себя поняли, что кто такой является Прокоп. И посредством этой разработки вышли, так сказать, на этого лидера, хотя дело его разработки и вообще, так сказать, проблемы с ним, они имели место в 2003-2004 году. и дела по предназначенной для глубокого изучения лежат еще с тех времен. Но материалы, которые были нами изучены, послужили нам основанием заняться этим делом. И через два с половиной года, как вы видите, нам удалось к действию этой группы квалифицировать, как организованное преступное сообщество, было возбуждено дело по этой статье, квалифицированы их действия именно так. В следующий день задержано большое количество граждан и лиц и убежден, что часть убийства уже доказана. По моему мнению, что количество доказанных убийств будет превышать 10. Все они совершались в период, будем так, с 2003-2004 по 2005-2006-2007 года. И отрадно, что органы внутренних дел вместе со Следственным комитетом, мужества и героизма которого я не скрываю. В части расследования этого дела и благодаря генералу Житинева взаимодействию работы наших ведомств мы сумели оперативно, следственным путем этот вопрос на сегодняшний день решить. Что касается расследования этого дела, никакого нет сомнения, потому что здесь остается генерал Житинев, и ход расследования этого дела находится лично под его контролем. Группа, она закрыта, так сказать, для общения, идет системная ежедневная работа, будут еще различные задержания и будут различные эпизоды этой преступной деятельности. Дело, несомненно, придет в суд, и вы вспомните мои слова, еще в нашем Кировском суде оно будет представлено достаточной базой доказательств. И будет приговор. — Вчера нам звонили коллеги наши из Самары, журналисты с радиостанции «Бизнес.ФМ». Хорошая радиостанция, могу рекомендовать. — Мы учтем. — Да, поскольку вы человек, активно работающий со СМИ, и к нам приходите, и вообще всегда открытый в своих высказаниях, доступный для СМИ. Так вот, они как раз спрашивали, они тут пристально обработали весь материал, который касается вашей деятельности в Кировской области, посмотрели на эти дела, которые благодаря вам и при вашем содействии были раскрыты и ведутся сейчас. Они говорят, будете ли вы вытаскивать из долгого ящика, прям привожу их слова, те дела, которые есть в Самаре. Потому что то, что они мне говорили, что у них происходит, я давно таких случаев в Кировской области не припомню, чтобы людей, очень крупных бизнесменов, в частности, привели, например, дело Олега Дергилева, это глава сети «Горелка», его похитили, вывезли то ли в багажнике, то ли просто в автомобиле в лес, там расстреляли. Это буквально вот сейчас случилось. И такое дело не одно, а касается оно и банкиров, и других крупных предпринимателей. Знакомы ли вы с этими делами, и готовы ли вы к их расследованию, к тому, чтобы раскручивать, как вы это делали, вот сейчас мы выяснили, дело Прокопьевских, так же круто, как здесь. Я в этой части хотел бы ответить на вопрос одним, главным. Мое предназначение служить, служить делу, служить России. Сегодня определен для меня регион Самарской области. Я хочу заверить всех, что все, что я смогу сделать для Самары, что те силы, которые я тут затрачу, уверяю, поверьте мне, они будут достаточно эффективными в части работы. Мы их применим и добьемся тех результатов, чтобы принцип какого-то неотвратимости этого же наказания, он действовал в Самарской области. Во всяком случае, я проложу все усилия. Что касается конкретных дел, я в частности их не знаю, но поверьте мне, их будет гораздо больше. Я думаю, что их будут задавать очень много. Мы изучим все дела, будем смотреть, изучать, работать над ними. Не хочу там заверять, много обещать. Я хочу сказать, что у меня стиль работы выработанной в жизни, я менять его не буду. И многое, что применялось здесь, в зекальном отображении, будет применяться в Самарской области. Могу тебе передать слово, Олег. У меня есть, конечно, тут вопрос. Потому что... У меня есть вопрос, немножко провокационный. Елена Рченикова писала, коллега наша, недавно в колонке у себя, о том, что... Скорее даже не с ее колонкой связано. Нередко было, когда по делам, которые вы считаете достаточно хорошо подготовленными и с хорошей доказательной базой, вы принимали более мягкие решения судебные. И вы позволяли себе в высказываниях говорить о том, что суд принял неверное решение, дал не ту меру наказания тому или иному преступнику и так далее. Вот, на мой взгляд, все-таки суд является последней точкой, ключевой. И ошибаться... Да, может быть, что суд ошибается, но влиять на него нельзя. Я никогда на суд не влиял. Я говорил, что... Я говорил и как гражданин, и как руководитель правоохранительного органа, что, на мой взгляд, как юриста, как руководителя, который возглавляет подразделение, которое расследовали эти дела в целом, я считаю, что, на мой взгляд, имеется судебная ошибка под ряду дел. И в процессе вы видели, как эти дела в эстетичном порядке изучались, отменялись приговора и следовал обвинительный приговор без моего участия. Я, заметьте, здесь никогда судебное решение не комментировал, но свою работу и качество своей работы я имею право отстаивать. Такой принцип я сохранял и всегда, и везде, и буду сохранить его и в Самарской области. Я тогда дополню то, что я хотела сказать. Буквально, вот сейчас у меня было особое мнение тоже с Николаем Горьковым, который, вы знаете, он журналист с большим стажем, пережил многих и начальников МВД, и губернаторов и так далее. И он сказал, не он один, да, что, естественно, конечно, когда назначается новый глава МВД, ему даются поручения, ему передаются дела и говорится, что вот, да, что нужно сделать. И что вы зашли в нашу Кировскую область уже с готовой практически папкой там дело, которое нужно решить. Я почему про Самару и спрашивала. Вы сказали, что для вас назначение в Самару было неожиданным, всего месяц был. Но за месяц наверняка были поставлены уже какие-то задачи и дела переданы, нет? Задача у нас одна. Служить России. И мы это будем делать, уверяю вас. И кировчан, и самарцев, которые слышат меня с достоинством. То есть вы утверждаете, что совершенно не знакомы ни с какими делами самарскими. Я утверждаю, что Самарская область это тоже субъект Российской Федерации. Да. Крупный и сложный. И утверждаю, что в Самарской области тоже есть проблемы, которые нужно решать. И начиная с проблем в улицах, с проблемой охраны порядка, в общем уголовном плане, экономическом, во всем спектре той деятельности, которую должен осуществлять органы внутренних дел, права, которые определены президентом. Все, что нам функционально определено, на дорогах, смотреть за безопасностью, мы будем все стараться реализовывать. А давать какие-то, так сказать, там популистские высказывания в части каких-то перспектив своих, я еще там не был. И мне сложно комментировать что-то и говорить. Я же знаю, как вы потом через 4 года или 3, сколько, не знаю, сколько я поработал, или через год, вспомните. А вот помните, вы еще в Кирове задавали мне, так сказать, такой-то вопрос. Поэтому я воздержусь от таких популистских высказываний. Давайте тогда про общественный контроль на улицах, раз мы заговорили про него, потому что движение «Ночной патруль». Можно я спрашиваю про общественный контроль? Дело в том, что когда был первый общественный совет, и я как член общественного совета Сергей Александрович рекомендовал мне и вхожу в общественный совет при ВВД, в первом выступлении просто попросил как раз Сергея Александровича, чтобы уделили внимание тем общественным инициативам, которые есть «Народный контроль» и «Ночной патруль». И спустя некоторое время, очень непродолжительное время, Сергей Александрович мало того, что поддержал, он сам выходил в рейды, выезжал в «Ночной патруль» лично, всегда поддерживал и ставил задачи. Это мы знаем, Олег. Коллеги из Самары сказали, что у них нет такого режима. Будет ли в Самаре подобные инициативы? Я отвечу сразу. Я считаю, что в Самарской области есть, я пока не знаю, но я убежден, что есть социально благополучные части общества, мы понимаем это, и есть какие-то формы общественного участия. Мы эти формы найдем, несомненно, мы с ними встретимся, мы найдем, в каком качестве они могут быть применены, и могу сказать, я не знаю, «Ночной патруль» это будет, «Народный контроль», такси это будет, или это будет называться что-то иначе, сейчас, ну, мне сложно о чем-то говорить. Я хочу сказать, что все формы, позитивные формы общества на 100% будут привлечены к вопросам взаимодействия с органами внутренних дел. Все позитивные силы Самарской земли, у меня сил и здоровья на это хватит. То есть, не будет прямого переложения практики «Ночного патруля» в Самару? Если там удастся создать «Ночной патруль», то мы его создадим. Дело в том, что должны идти инициатива снизу. Не то, что инициатива, нет, мы предложим обществу эту форму, и эту форму, и другую, и многие нормы, контроль. Я еще раз говорю, все многое, что я здесь сделал в рамках обеспечения охраны порядка, будет зеркально отражено в Кировском. Вот сейчас мне, допустим, уже несколько суток дежурный по Главному управлению Самары докладывает ежедневную сводку в телефонном режиме. Я для себя уже вижу и понимаю, какие первые шаги нужно сделать в рамках обеспечения охраны общественного порядка. Какие? Также на улицах совершаются грабежи. Вот там один день, пятик совершалось, два, три, совершаются ежедневно. Это полный беспредел, творящийся в вопросах обеспечения безопасности. Таких преступлений совершаться не должно. В Кирове сегодня их нет. А когда я сюда приехал, здесь были убийства, хулиганства, побои, истязания. Мы вот эту лимпинизированную маргинальную часть общества с улиц убрали. Ее надо убрать из самарских улиц. А чтобы социально благополучная часть общества могла спокойно идти от остановки до дома так, чтобы его не ударили бутылкой по голове. Вот для меня этот спектр самый важный. И мы несомненно начнем с этого. С вопросов охраны общественного порядка. А потом не спеша будем уходить естественно во все остальные отраслевые направления деятельности главного управления. Но вопрос обеспечения безопасности граждан, живущих на улицах, городов, районах, поселках, это важнейшая задача. И если мне понадобится вывезти на улице 16-тысячную гвардию полиции Самарской области, я ее выведу. Окей. Еще по вопросу взаимодействия с властями. Губернатор Самарской области очень серьезно отличается от нашего губернатора. Если Никита Юрьевич человек молодой, пришедший из бизнеса, когда-то бывший оппозиционный основной тренд власти, теперь уже он в тренде, то есть вел свою политику, то то, что мы видим и ведет, то то, что мы видим в Самарской области, ту персону, которую мы там видим в качестве губернатора Меркушкина Николая Ивановича, вообще другой человек. Человек, который пять раз переизбирался как глава Республики Мордовия. Он по распоряжению президента был назначен и у губернатора Самарской области и был выбран, получив более девяносто одного процента поддержки. Вот такой мастодонт Зубр. Человек совершенно из другой области, как мне помнится, он когда-то начинал механизатором вообще, такой, да, хозяйственник. Другой. Очевидно совершенно, что у него очень крепко там все отстроено, сложено, да, свое хозяйство, своя политика и с ним будет, наверное, совершенно по-другому складываться взаимоотношения и выстраиваться работа. Вы готовы? Вы изучили, наверное, эту персону? С ним легче будет работаться? Не легче? Я не понимаю, почему по-другому. Вы сейчас назвали его яркие характеристики и главная его характеристика он такой же службист и верующий в свой собственный народ и служит своему собственному народу. Нас это должно объединить. Как вы имеете. Совершенно верно. И нас, я уверен, именно это объединит и единой цели служения Самарской области и жителям ее. Мы уже до эфира обсуждали, просто я действительно считаю, что планка в Кировской области сейчас полиции поднята очень высоко. Мне было бы лично и я думаю, что многим жалко, если она будет не на таком высоком уровне дальше поддерживаться. У вас есть напутствие тому человеку, который вступит на эту службу после вас? Я думаю, все, что я сейчас сказал, вы как член общественного совета несомненно ему передадите. Я еще после его назначения обязательно составлю с ним разговор, пообщаюсь. И, конечно же, все, что нужно, я ему скажу. И мы все вместе сделаем все для того, чтобы он все позитивное взял, укрепил и развивал дальше. То же самое будет сделано и в Самарской области. Все позитивное, что есть человек, руководитель. руководитель уходит и приходит другой, это немножко другое. Я про это тебе и говорю. Вижу такое опасение прямо на твоем лице. Не то, что опасение, действительно сложно работать после сильного руководителя. Да, вот давайте о СМИ поговорим. Сергей Александрович, как мы уже тут сказали, я сообщила тоже, да, самарским коллегам, человек открытый, активно работающий со СМИ, который не стесняется высказывать свою позицию, жестко, достаточно частенько ее высказывает. Давайте оценим кировские СМИ, как с вашей точки зрения, насколько они профессионально освещают работу МВД, что вы думаете насчет свободы слова, насколько она возможна? Вы знаете, что когда я пришел в Кировскую область, то через некоторое время в состав общественного совета были введены ряд представителей основных источников информации Кировской области. И вот мне сказали там, вот у нас есть оппозиционная газета, такая, авиатский наблюдатель. Я, значит, ее пригласил, Юлю, в свое время, и предложил ей войти в состав общественного совета, что она и сделала. И я готов работать с любыми формами средств массовой информации и оппозиционными тоже, что для меня очень важно, потому что ту динамику и харизму, которую они представляют в регионе, для меня важна, как для руководителя, с тем, чтобы они мне подсказывали, какие бреши и какие проблемы существуют, доводили до меня эту информацию. И сейчас общественный совет представлен, ну, 30% различными представителями СМИ. И со СМИ я работал, и буду работать с первых дней, они это почувствуют сразу же. большого и огромной динамики. Как работают вятские журналисты, на ваш взгляд? На мой взгляд, это очень эффективно. Я считаю, что мы в таком режиме онлайн выработали все механизмы взаимодействия, подачи информации, объективные оценки ее, и уровень доверия населения к полиции, это и ваша победа. Правильно ли я вас поняла, что в регионе должны быть оппозиционные СМИ? Однозначно. Я считаю, что оппозиция помогает трезвому руководителю трезво оценивать свои дела и поступки. Моя оценка в коллективе, в людях, определяется только одним, делами и поступками. И это значит, что вы тоже создадите общественный совет в Самаре, и туда тоже будут входить представители СМИ? Он есть в каждом регионе, другое дело... Вероятно, он будет пересматривать? Будет ли там пересматриваться состав? Если он сейчас существует, то он будет дополняться однозначно. Значит, именно с работой со СМИ мы будем работать в контакте. И они также войдут в общественный совет в том составе, который мы определим. И в оппозиционном тоже. У тебя есть еще вопрос? Да. Чему вы, кроме катания на горных лыжах, еще здесь научились? Может быть, почерпнули что-то у людей? О горных лыжах меня тоже научили, кстати, жители Вятской области кататься. И в фитнес-зал я хожу, значит, со мной тоже занимаются там представители Вятской губернии. И плаваю, значит, вместе с жителем Вятской области. Я не научился, а я просто стал с ними дружен. Вот. Мы вместе друг друга чему-то научили. Мы полюбили друг друга, мы ценим друг друга на Вятской земле. И у меня осталось здесь много хороших друзей, с которыми я буду также искренне, тепло продолжать эти свои отношения, дружбу. Буду надеяться, они иногда будут приезжать ко мне, Самару, меня навещать. Ну, и что хочу сказать. Авиакомпания Оренбурж, я открыла прямой рейс, да, Киров, Казань, Оренбург, Самара. Так что будут прилетать. Надо чаще встречаться. Спасибо большое. Время наша программа подошла к концу. Светлана Занько, Олег Прохоренко, Сергей Солодовников, генерал-лейтенант полиции. Счастливого пути. Спасибо вам. Вам тоже счастливо остаться. До свидания. Всего доброго.